так друзья привет всем что у нас опять находочки и сегодня у нас продолжение то есть уже теперь третья часть 3 а то и четвертая часть находок моих вот я напоминаю в принципе я их набрал на один за один день все то есть поехал туда где выставляют люди вот сожалению не снимал там я потому что лил такой дождь что уже было было по-быстрому все делать но и итоги результаты показывал вам смотрите значит у нас сегодня вот так давайте я уберу вот эту находку за эту находку вот эта находка это какой такой черный бокс я кстати попытался открыть так и не смог вот потому что я не знаю как он открывается написано хорис вот давайте мы его сейчас вот так вот положим сюда я вот такой небольшой конкурс сделаю кто знает что это за за бокс что там внутри я догадываюсь то есть у меня есть загадки но я вам пока их не буду говорить вот но хочу от вас тоже такие мнения услышать хотя отказаться может что угодно там он закрыт он тяжелый вот поэтому кстати пишите пишите что может быть внутри и сегодня это будет тоже ключевое слово мистери бокс мистери бокс будет сегодня ключевое слово и давайте продолжим продолжаем с этим аппаратом это у нас очередная кассетная дека тогда водно картину убрать отсюда ребятки картина старая известного художника кстати вот видите тоже нашел вот пробил этого художника он как бы жил здесь недалеко в городе фульда и писал картины и некоторые картины я видел по 750 евро продаются поэтому я уберу в сторону мало ли вдруг она дорогая да мы ее испортим то есть сейчас просто и уберем вот и продолжим у нас так у нас все летит все места нет так просто сегодня у нас вот такая вот есть ямаха ямаха кассетная дека включая лампочка светится включена лампочка светится это хорошо попробуем кассету прокрутить так что тут у нас и же так и же так ну самое простое и play у нас там на еще и рабочих кассетная дека оказалось рабочие только пока я не вижу ничего на а вот теперь появилась появились на индикаторах стрелочки такие да так включаем наушники слушаем идет звук да ну это какая-то классическая музыка там играет окей я тут много нашел кассет с классикой теперь классической музыки заслушаешься вот что как кх-500 сейчас я ее попробую остановить теперь перемотка да стоп сюда да все работает в принципе все хорошо у нас сказал я кх-500 не кх-к кх-500 приклеивали какие-то вот ватные штучки чтобы наверно не царапала ту вещь которую она которая настояла хотя в принципе они там уже есть эти вот штучки ну ладно пусть будут посмотрел я в эйбэй продаются такие деки ну практически все продаются за 50 55 евро одну почему-то купили из британии аж за 140 не знаю почему вот ну вот такие цены поэтому будем считать находка хорошая 50 евро тоже хорошие деньги почему бы и нет вот что мы идем идем дальше идем дальше я вам не нужно снять вот так вот покажу вам вот такой вот проигрыватель sony это тоже находка единственное что здесь значит крышка вот здесь разбито видите и там кстати шарнира нет шарнир только один называется sony ps 313 f а полный автоматик и так далее такого нас проигрыватель так дальше смотрим и вот так мистери бокс конечно же мы сегодня тоже откроет еще один пылесос зеленый я его показывать все вы знаете что я зеленые пылесосы люблю брать они хорошо продаются их не кстати много заказывают людей а сейчас смотрим у нас следующая находка вот такая на смотрите ребятки дорогие вот такие колонки написано айсв но на самом деле это айсв не знаю что это значит а сама колонка называется зонус ds70r вот колонка ну конечно с ней нужно будет поработать потому что видите тут где-то краска осталось где-то вот какие-то генок как ее в общем на внешним видом работать надо по-любому вот эту штучку скорее всего придется тоже под обтянуть новой новым этим штофом ведь она в каком состоянии вот штук немножко такой же пока цена не знаю тут кошки драли еще вот но это не критично люди это репарируют ремонтируют и вот дальше идет смотрите да наверно точно тут кошки были потому что я вижу волос от кошек дальше мы идем и смотрите вот здесь вот велюр или как название бархат 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 вот так вот динамик один динамик 2 и все то есть это как вот студийная колонки типа да вот но очень качественную видеть из чего сделан динамик это означает что материал офигенный это означает что качество колонки офигенная вот и сейчас это ну винта смотрите видите как происходит что происходит то есть я говорю о качестве колонки и тут она у меня в руках развалится но это винтаж ребята тут может случиться все потому что винтаж есть винтаж это конечно нужно будет чистить здесь чистить все это приклеивать заново вот но я знаю кому эти колонки уйдут этот человек с двумя руками левой и правой поэтому у него все получится и будет эта колонка еще сиять вот что мы имеем колонка это стоит колонки эти стоят на рынке на ebay продаются за 170 евро пара то есть но это уже говорит о чем-то немного но для винтажа это довольно довольно таки неплохо поэтому поставляем я думаю что попробуем моих в один бокс упаковать весом они килограмм по 6 поэтому пройдет все нормально по почте упакуем их в один бокс и пойдут они белоруссию а пока мы их уберем видите вот так вот теперь надо мне сделать кое-что такое что надо сделать где у меня тут была вещь одна а и нету уже изоленту еще хотя вот это закрепить изолентой но в принципе можно скотчем закрепить просто такую полосочку сделаем закрепим чтобы она не потерялась никуда не делась вот все мы и убираем так мы поставим идем дальше дальше у нас еще одна наглодка тоже очень даже интересная вот так мистери бокс теперь уже можно мы скоро до него доберемся это у нас кстати тоже ямаха и это у нас ямаха сабвуфер систем короче это как усилитель уже с сабвуфером активный сабвуфер вот к нему еще нужны колонки он подключается к какому-то носителю допустим и к нему подключается еще вот колонки что я думаю что к нему еще и пульт должен быть но пульта я не виделся мы посмотрим здесь есть сенсор для пульта или нет да для пульта сенсор есть стейнбай есть короче давайте включим попробуем что было ничего не было я думаю то лампочка засветилось вот так включаем там есть у нас такой туда ну пока не вижу что что-то происходит это сенсор либо это в общем нужно смотри пока не слышу и не вижу ничего вот так включена ну возможно он не работает вполне себе возможно что он и не работает не работает ребят вот же кнопка включения тоже еще одна значит светится лампочка вот проверим его вас и тогда в общем проверить на нас вот но проверять у нас проблем нет поэтому сделаем что мы дальше делаем дальше мы отключаем его убираем и наконец-то мы добрались до мистер и бокса так теперь же проблема как его открыть почему он не открывается все я понял ребятки я понял тут все очень просто надо было просто посмотреть на эти замки здесь стоит стрелочка это значит его крутить надо заходите вот вот и все вот и все что готовы посмотреть что мне как я напоминаю что мистер и бок сегодня у нас ключевое слово ну да в принципе так и и думал так я и думал ребята это единственное что у нас посмотрите здесь кабель очки лежат микрофон кстати микрофон гарантийный то этот как карантина вот такая значок значок вот такой винтажный аппаратик верно-этажный кабель но это хорошо что он весь в комплекте да так гарантийный медальон тоже засуну сюда почему я скажем так доволен я в принципе предполагал да что это там может быть довольно тем что вот это вот вещь вещи такие они продаются тоже ребятки у нас люди покупают у многих людей остались допустим пленки от родственников от их и так далее вот и многие люди до сих пор хотят такие вещи иметь давайте мы его сначала пробьем на то сколько он такой может стоить аппарат в принципе выглядит неплохо если не понимаю а вот кабель к нему сейчас мы посмотрим кабель и попробуем его включить но сначала я вам скажу сколько может стоить такой так в общем пробил его знаете есть разные модификации этих аппаратов да то есть есть норрис это норрис норримат deluxe и вот они есть аббревиатуры короче с или д а вот у нас этот стоит sd то есть тип наримат sd то есть он не такой и такой что мы имеем по ним то есть цена их доходит до до сотни но некоторые я смотрел в комплекции даже без кофера находятся да то есть просто вот так вот так ну состояние хорошие рабочие допустим и цена доходит до сотни у нас есть и кофер и состояние хорошего надо вот осталось только проверить работает или нет ну я думаю что я так чтобы не париться чтобы быстрее продать потому что сейчас нужно быстро делать вот часто освобождать подвал я думаю что мы его если за 71 дам то это будет хорошо не жалко будет отдать вот такая находка в кофе интересно единственное что я говорю сейчас мне нужно найти кабель кабель с кабелем проблемы я думаю как всегда кабель там нет у меня же был кабель ну сейчас посмотрим нашел кабель очек нашел кабель очек эти кофе на него продается просто кофер стоит 15 евро ну вот вы знаете я я так думал этот самый хороший аппарат такой я уже находил и лучше то есть не то что лучше а дороже есть аппараты вот такие которые намного дороже вот даже без кофера стоит дорого ну посмотрим что нашел то нашел сейчас будем поглядеть как он работает так вообще светится ли у него лампочка это тоже важно вот крутит ли он это тоже важно что у нас сделано с кнопочка включения на него здесь что здесь смотрите тут еще и кассета видите сюда вставляется кассета вот почему он такой и эта кассета скорее всего с озвучкой то есть фильм крутится а здесь на кассете идет озвучка то есть нам нужно будет проверять еще и на то что работает ли кассета сейчас наложил любую кассету сюда поставить первый раз мне такое встречается с кассеты это либо записывать вы можете на кассету либо так нам же кнопка включения я у нас вот она по-моему есть вот она есть вот есть кнопка аналета все очень ну как бы воды в обе стороны крутит но я не вижу где лампочка лампочки не вижу давайте включим попробуем лампочку здесь можно включать да вот все работает все крутится лампочка светится сейчас ты послать кассету посмотрю кассета кстати не идет кассета не идет ну не знаю нужно короче смотреть насчет кассеты как она там работает на нас скорее всего скорее всего надо посмотреть в ютюбе есть видосики про такие вещи вот и уже тогда как бы делать выводы насчет кассеты потому что кассета она не работает но в каком случае она должна работать то есть тут нужно смотреть для чего она вообще для записи либо для воспроизводения либо для чего то еще я не понимаю крутить она не крутит крутить она не хочет еще раз попробуем здесь это бы включится ну что попробуем еще раз с этой стороны с этой стороны Продолжение следует... Еще раз. Ладно. Будем считать, что... Будем считать, что кассета не работает, потому что действительно не крутится. Сейчас вот чувствую, что горит прибор нагреваться начал. И из него потянуло куривом, знаете, куривом. Вот когда люди в доме курят, и это... Вот такой вот запах идет от сигарет, да? Табака. Ну, со старыми приборами это часто случается. Многие... Раньше многие курили прямо в домах, прямо в квартирах своих. Сейчас этого делают уже не столько много людей. То есть... В квартирах практически вообще мало кто курит. Потому что, если квартира не своя, вы ее снимаете, в ней курить вообще нельзя, да? То есть... Потом вам придется, если вы будете ее отдавать, сдавать. Это будет очень проблематично. Так. Ну что? Ложим... Или кладем его на место. Кладем его в кофер. Вот. Кобелечек нужно будет к нему найти, конечно, экстра. Один. Ну и... Возможно, возможно, теперь вот с неработающим... Я посмотрю, конечно, всю эту тему нужно пробить. Вот. С неработающим магнитофоном, возможно, он меньше будет стоить. Вот. Поэтому будем пробивать. Будем смотреть. Кабели оставлю пока здесь. Закрываем. Ага. Закрываем не получается. Ну, короче... Как-то, наверное, не сел на место. Вот так же должно быть. Вот. Все правильно, да? То есть... Все должно закрываться. В общем, вот такие у нас сегодня находки, ребятки. Надеюсь, вам понравилось. Вот. Сейчас моя задача быстренько от всего этого избавляться. Потому что подвал действительно забит. Все. Я желаю вам всем удачи. Подписывайтесь, кто не подписан на канал. Если интересно, пишите, ставьте лайки. Ключевое слово Мистери Бокс. Всем удачи и до следующего ролика. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.